Кормил я тут было крокодила и решил протянуть ему кусок мяса с пинцета. Пинцет совершенно непроизвольно и с очень досадным итогом разъехался. А итогом стало то, что здоровенный Трионикс получил в свое распоряжение кусок курятины вместе со здоровенной костью. А забирать кусок курятины у этого Трионикса совершенно безумный поступок, граничащий по своим шансам на успех с довольно сомнительной затеей забрать конфетку у ребенка. Кто-то скажет нет, ведь забрать конфетку у ребенка легко, даже поговорка такая есть. А вы сами-то пробовали? Это вообще-то довольно трудно, а ребенок к тому же еще орать и кусаться начинает. Извиняюсь, занесло. Итак, кусок мяса залетел в бездонную глотку китайского Трионикса, и нам не остается ничего, кроме как понаблюдать и поугарать над этим зрелищем. Всем привет, друзья, в новом году, и с вами снова Крок Рониклс, и сегодня мы наблюдаем за жадным Триониксом. Всем известно, что китайский Трионикс это мягкопанцирная черепаха. Довольно необычная и достаточно опасная. Ее укус способен оставить вас без значительного куска пальца в мгновение ока, а достать ее челюсти могут даже до задней части панциря, то бишь до ее задницы. Что плохая новость, так как брать ее в таком случае вообще как бы не за что. Конечно, кормить Трионикса курятиной мысль не из лучших, но забирать этот кусок я точно не полезу. Тем более, что один раз, как говорится, ну в общем ничего страшного, пусть уж доедает. Китайские Триониксы вообще не самые удобные домашние животные. Те, кто держал их дома, знают, что эта черепаха, во-первых, может вылезти там, где обычная красноушка не вылезет. Во-вторых, молниеносен, и это не просто образное выражение, типа, ну молниеносен, насколько это возможно для черепахи, а действительно быстр. Укус происходит за доли секунды, и бац, пальца нет. Доставать его неудобно, мыть при необходимости тем более. Да и размеры у этой черепахи не крошечные, понадобится довольно большой акватеррариум. Забавно, кстати, насколько к этой черепахе по-разному относятся в Китае и в Японии. Китайцы ловят и едят этих черепах, часто делают из них суп. Считается, что такой отвар дает положительный эффект на самочувствие и некоторые другие функции организма. Японцы, напротив, считают ее священной и держат при храмах. Триониксы были изображены на эфесах катан, как символ к моментальной обороне и готовности напасть. Но, несмотря на это все, и в Китае, и в Японии существует огромное количество ферм, где триониксы выращиваются как на мясо, так и на яйца. Вы только вдумайтесь, за 2008 год с Китая было поставлено на рынок 204 тысячи тонн таких черепах. А в 90-х годах тайцы выращивали порядка 6 миллионов голов в год. Это очень впечатляющие цифры, и хотя я работаю на крокодиловой ферме и привык к острым зубам, меня бросает в дрожь от мысли о том, что работникам таких ферм приходилось иметь дело с миллионами подобных челюстей. Даже пальцы заныли. Впрочем, скорее всего, у них там есть какие-то приспособления и специальные перчатки для работы с этими черепахами. И хоть я категорически не фанат ферм, которые выращивают живность на сырье, мне очень хотелось бы побывать в месте, где одновременно находилось бы столько этих черепах. А вы хотели бы побывать? А может вы бывали, и у вас есть история, о которой вы хотели бы поделиться? Пишите в комменты, это очень интересно. Ну а мы оставим черепаху в покое и будем прощаться. Не забывайте подписаться на канал и поставить колокольчик. С вами был Крок Хрониклс, до новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok